С 2017 года Карелия вместе со всей страной участвуют в проекте формирования комфортной городской среды. За это время благоустроено почти 900 дворов и более 500 общественных территорий. В целях вовлечения широкого круга населения в вопросы городской среды ежегодно с 2020 года проводятся рейтинговые голосования по выбору территорий, которые необходимо благоустроить в первую очередь. Среди проектов победителей, например, аллея энтузиастов в Петрозаводске. Здесь сохранили и облагородили уже имеющиеся тропинки, установили освещение, скамейки и урны, высадили деревья, а саму аллею продлили до Комсомольского проспекта. Ходить удобно, красиво, освещение, скамеечки, лавочки, урны, кстати, очень грамотные. В рамках проекта преобразили и семейную аллею на улице Чистая в Петрозаводске. На ней выполнили работы по планировке и уплотнению местного грунта, сделали освещение в виде торшерных светильников, высадили деревья, установили скамейки и урны. Семейная аллея моя любимая. Очень часто тут хожу, гуляю с подругами, хожу в школу. Очень здорово, что занимаются благоустройством города. Посадили новые деревья, кустарники, постоянно посыпают новым песком. В общем, очень-очень здорово. Кроме того, в 2023 году закончена работа на трех крупных территориях, ставших победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году. Кроме того, завершена реализация крупных проектов благоустройства в Киме, в Сигеже, в Медвежегорске. Там открыты, ну, в Киме это площадь, а в Сигеже и в Медвежегорске это парки, которые на сегодняшний день очень востребованы жителями. И, ну, как правило, участники проекта и участники реализации этого проекта получают благодарность в связи с тем, что люди получили возможность в комфортных условиях проводить свой досуг. За время действия проекта, инициированного Владимиром Путиным, были охвачены территории, на которых проживают 480 тысяч жителей. Это 91% от всего населения республики. В 2023 году на благоустройство бюджетом 45 муниципалитетов было направлено 160 миллионов 700 тысяч рублей из федерального бюджета и 1 миллион 600 тысяч рублей из республиканского. Любовь Цыганова, Алексей Локтев, Служба новостей.